Анатомический театр В настоящее время музей истории медицины, в кем открытии рисовались картины. Картины изящны выдающимся ученым, медикам разных времен, или бог, народам. Вот мы с вами, вы кого-то узнали, например, не богатый или веческий врач, при нормальной античной медицине. Или, например, вы поставили те вопросы, которые нас с вами сегодня тоже бывают. Например, они сделали медицину. Причина заболеваний и лечения. А просто призвание врача. Этот вопрос вечный. Он всегда был, если будет, так повален. Злободен. Он прископитель, спросил о богах и странах. А был Олег Ибнсина, или, как его знают больше в Европе, Алицена. Автор знаменитого канона. Канона врачебной науки, который был основным руководством по медицине не только на Востоке, но и на Западе до XVII века обучаясь по его книге. Процесс, выдающийся врачи генерирующей воздействия, основательной антрохемии, лечебной хемии. Впервые применил химические вещества для предоставления генератора. Благодаря процессу мы сегодня используем минеральные ноты в качестве прекрасных средств. Данила Александрович, самоположник, одеющий в Санкт-Петербурге. Может, он его не видел? Подойдите сюда, с вами, пожалуйста. Он еще вошел в историю, как легендарь, который есть в чему. Во время движения чему в Москве, в 1771 году, в 1732 году, он применяет специальные ополивательные порошки для обеззараживания одежды больных человек. А справа английский врач Эдварджер, он самоположник, оспа приведет. Еще будучи сельским врачом, он заметил, что до явно переболевшие колонии оспой не заболевают оспой натурально. Это надолгнуло его на мысль о привитии королья оспой человеку. И в 1796 году он привел королью оспочку Джеймсу Финсу, восьмилетнему мальчику. После чего ровно через шесть недель привел его к оспочку натуральную. Но мальчик в результате не заболел. Не заболел, получил прививку. И, наконец, Николай Иванович Пирогов. Я думаю, он как-то ближе, больше знакомый ученик знает. Пирогов – основоположник военно-полигой хирургии. Не зря он изображен на театре военных действий. Именно здесь, в Пирогове, в условии 10-6, прямо на полигой в Дагестане. Он применяет перерлинный тракон, обезболивающие средства. В результате операции прошли спокойно, без столов, без криков. Здесь же применим неподвижную тракмальную повязку предшественной нашей современной гипсовой повязки. Аул Салты, Дагестан, 1877 году. Ну а теперь, последний нашел вступление, мы с вами пройдем в зал. Я хочу вас предоставить. Салты, Дагестан, 1877 году. Так, она тысячу лет назад писала про русскую баню. Була она не лишь невидимным элементом гигиени, но и выполнила важную лековую. Не даряно ж в летописах часов Киевской Руси слова «строение банное» и «врачевое» стоят в порядке. В травмі 1648-му році селянсько-козацькі війська під проводом Богдана Кмельницького щетро збили під Корсунем 20-ти тысячну шляхетську армію. Ця битва стала сигналом до піднесення визвольної боротьби українського народу проти феодально-кріпосницького і національного гноблення. Перед вами одна з історичних битв у цієї війни. Все дихає відчуттям близької перемоги. Максимовичем Бодик сполтавщина – основоположник научного акушерства. Автор первых отечественных учебников по акушерству и боботанике. Он был очень образованный человек и переводил на странные слова на русский язык с медицинской ботанической терминологией. А книга по акушерству носит доброе, трогательное название – «Искусство появания или наука о бабичьем деле». Степан Хатавицкий тоже с Украины, с Волынчиной, основоположник педиатрии и автор первого учебника по детским болезням. Его книжечка называется «Педиатрика». Вот здесь можно видеть перед этим причем. Педиатрика Хатавицкого, Ботаника, Максимовичем Бодика, его же «Искусство появания» и даже один из рисуночков из «Искусство появания». Ребеночек просится на след, идет неправильно, ручечкой. Задача врачей – помочь ему, помочь ему прородиться правильно, так, чтобы это было благополучно и для ребенка, и для матери. Но все верят, что там все закончилось хорошо. Были же такие великие. «Киевская Академия» – это первый высший научный средств в Уссей-Східной Европе. Створен он в 1689 году в результате взлетя Киевской братской и лавицкой школы. Объединена школа началась называться Киево-Могилянской коллегией на честь своего протектора Петра Могилы. Вона стала визначным посередком борьбы против национального и социального внедрения украинского народа – польской шляхтой. В 1701 году за царским указом коллегия одержала титул и права Академии и началась называться Киевской Академией. Курс навчанья тривал 12 лет. В Академии навчалась молодь у всех стран. Ціни цієї исторической будильни бережут память про перебывание в Академии гене російської науки Михайла Ломоносова, славетного українського философа Григорія Сковороди та інших видатних просветителей и учених. Проводили занятия практические, теоретические в этом здании в присутствии студентов, для них преподавателей. Студенты и зрители, преподаватели тоже, кстати. Но в Западной Европе у нас носила очень строгий такой научный характер. Кафедра анатомии, как кафедра анатомии служила в здании. Например, в Западной Европе немножечко было по-другому. Там круглая площадка, посередине которой, вот как в цирке у нас, посередине площадки стоял стол. На столе лежал труп. И проводились эти занятия практически. Но проходило всё это под музыку. Очень часто такое действие сопровождалось музыкой. И присутствовать могли любые, так сказать, желающие. Не только студенты, преподаватели, но с улицы. Любой зима подошёл, посмотрел любой желающий. Посмотрел, как проходит вот это действо. Немножечко по-другому. А принцип один и тот же. Практическое занятие по анатомии. Построено такое здание здесь. В Киеве было по инициативе Николая Ивановича Пирогова. Пирогов был попечатлен в Киевском учебном округе. Но пока этого здания не было ещё, он читал лекции в Красном корпусе Киевского университета. Студенты его очень уважали. Потому что у него была такая активная жизненная позиция. Передовые взгляды. Вообще сильный характер. Он неплохой педагог был Пирогов. И как раз вот эти все черты характера очень не нравились. И это поведение Пирогова как-то не нравилось администрации университета. Отношения мне, так сказать, не сложились. И присутствуют условия для ухода Пирогова в отставку. Прощаясь со студентами, на память он им дарит свой фотопортрет с надписью «Люблю и уважаю молодость, потому что помню своё». Студенты устроили торжественное собрание по поводу прощания с Пироговым. Но у них это собрание незаметно. Переросло в антиправительственный митинг с распространением листовок. И это очень не понравилось администрации университета. У студентов просто отобрали портрет, упрятали в канцелярию Киевского учебного округа, где пролежали он долгие годы в сердце, среди бумаг. С бумагами слеп всего дошло в наш день в таком печальном виде. Перед вами земский лекарь в хаті украинского селянини Відняка. Чи зможе він врятувати хлопчика, який задихається від дитин. Не доживало до року. Кожна четверта дитина. Від по шестий вимирали цілі села. Злидні, виснажлива праця, антисанітарні умови життя визначали долю мільйонних народних масок. Кращеземские лекарі, не шкодуючи сил своїх, у будь-який час дня і ночи за першим покликом поспішали в далекі села. В дерев'яних, склянних, парфоровых штангласах зберігалися цілющі відвари, екстракты, масла, настоянки, та інші с откусом і употріблінням соображённих средств. Супердолга роботала надовим, і знайшов підходящий, соответствуючий... ...промінні переводні губи. Необізнаною стала і сама... ...надія, тривожню хвилину. Без яскравого світла, без тіньових ламп і екранів електронних приладів була операційна понад 100 років тому. Поруч з ним його вчитель і наставник Микола Іванович Пирогов. Філігрантний хірургічний мистецтур Караваю... ...на допомогу ця простична операція на обличчі... ...професор Караваю не мав собі її. Носильники безперервно вноси поранених і йшли за новими. Сестри зі спокійними обличчями, з виразом не тієї жіночої хворобливої, слізливої жалізливості, а діяльної участі з ліками, з водою і бентами, корпією ми тушились між скривавленими шинелями і сорочками. Гідною героїзму солдатів і матросів була і медицина. Вперше в історії воїн тут з'явились, створені за ініціативою Пирогова, жіночі загони медичних сестер. Їх героїчна праця під градом кулі і снарядів, їх гуманний девіз, не жаліючи себе рятувати інших, стали прологом створення «Товариства червоного куліста». ...сортування поранених, які досі не втратили свого значення. На першому плані надає допомогу солдатові безстрашні. ... 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